Здравствуйте. Вы знаете, в чем проблема есть в России? Когда мы начинаем бороться с коррупцией, мы вместе с водой и ребенка можем выплеснуть, наши правоохранительные органы. А кто-то под этот шумок борьбы с коррупцией решает свои шкурные проблемы. Все видели эти кадры с генералами, Тимур Иванов, генералов, я имею в виду из Министерства обороны, там все по классике, все как должно быть у настоящих коррупционеров. Дома, машины, наличности, сумками. Вот как все должно быть? В Новосибирске завели уголовное дело на Александра Зарянова. Это глава, директор корпорации по развитию Новосибирской области. По 290-й статье, части 6-й, это получение взятки. Якобы он получил ее только в нематериальной форме, то есть не деньгами, а пиаром. Пиаром. Представляете? То есть человек получил взятку пиаром по версии следствия, конечно же. Генеральный директор агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зарянов, которого подозревают в получении взятки, по решению суда пробудет под стражей до 2 августа 2024 года. Зайльцовский районный суд, да, действительно избрал меру пресечения Александру Зарянову в рамках инвестиционного дела. До начала заседания Александр Зарянов пообщался с представителями СМИ, заявив, что вину не признает. Цитата. «Я могу только сказать, что недоумеваю, почему я здесь нахожусь. Как может быть взяткой проведение мероприятия, а именно фестиваля «Семейное кино», согласованное администрацией президента, одобренное предвыборным штабом кандидатов президента Владимира Владимировича Путина, и проведенное по договору с Центризбиркомом Российской Федерации, где демонстрируются ролики Центра Избиркома». О самом уголовном деле я расскажу немножечко потом. Какие там странные вещи происходят, какие там перипетии. Почему нас привлекло это дело? Вот если посмотреть, кто такой Александр Зарянов, это человек известный в Новосибирске, он человек публично, много выступает. Сейчас расходится видео, вот вы видите, где бойцы обращаются к президенту, к Бастрыкину, председателю Следственного комитета, чтобы он разобрался в этом уголовном деле, чтобы он не допустил, чтобы вот был беспредел, чтобы было беззаконие, чтобы все было по закону. Ну, в общем-то, мы этого же добиваемся. Вот давайте послушаем часть, что говорят бойцы. Мы хотели бы обратиться лично к Александру Ивановичу Бастрыкину. Уважаемый Александр Иванович, просим вас взять это дело под свой личный контроль. Мы не допустим, чтобы наш товарищ, человек, который проявил себя неоднократно, был арестован по сфабрикованному делу. С уважением, ваши бойцы Российской Федерации. Еще, там вот бойцы говорят, здесь мы, может, пропустили, он хорошо общался с бывшим разведчиком, американцем Скоттом Риттером. Он хорошо относится к России, он любит даже где-то Россию, вот хотел прилететь даже на Питерский форум, но его сняли с самолета. Давайте послушаем, что нам рассказал Скотт Риттер о Александре Зарянове. Он благородный, он интеллигентный, он заботливый человек. И тут дело не только в перстоне, но и в тех людях, которые его окружают. В людях, которые находятся в его орбите. Мне уже 62 года, и я встречал разных людей, и хороших, и плохих. Александр Зарянов связан только с хорошими людьми. Александр — это патриот, человек, который любит свою страну. Мы вместе с ним работали над тем, чтобы создать дружбу между американскими и русскими людьми. Американцам больше узнать о России и привести эти знания туда. Помочь узнать больше и тем самым бороться с русофобией в Америке. Это миссия, в которую я и Александр верили. Сейчас она находится на пауле. Я не знаю, прекращена ли она. Человек хотел показать Россию американцам, рассказать про Россию, что здесь не страшные люди живут, что не надо россиян, русских бояться. Что все мы, в общем-то, хотим одного — мира. Нам, когда мы были на суде по выбору меры пресечения, нам Александр Зарянов дал комментарий, и он впрямую говорит, что это дело заказное, что есть люди. Ну, давайте послушаем, что я рассказываю. Мне с ноября месяца поступали неоднократные угрозы, что если я не покину свою должность, то в 6 утра я проснусь от того, что меня вываливают дверь в дом и найдут повод возбудить уголовное дело. То есть, это сигнал не было написано? Да, да. Я просто принципиально отказался это делать. Кто может быть интересантом этого уголовного дела, я расскажу чуть потом. Давайте сейчас о самом уголовном деле. Потому что то, что он патриот, хороший человек, это совершенно не освобождает его от ответственности за какие-то преступления. Но как вообще это уголовное дело выглядит? Ну, обвинение достаточно абсурдное. Начнем с того, что публичные мероприятия в поддержку кандидатов в президенты Владимира Владимировича Путина следствие представило как взятку. Дело в том, что часть обвинения, которая касается предоставления якобы незаконных услуг имущественного характера, следствие представляет заказ публикации в СМИ о положительном образе Александра Зырянова. Якобы он попросил, чтобы оплатили как раз эти публикации и провели публичные мероприятия. Кинофестиваль в городе Новосибирске. Речь идет о фестивале, куда приезжал скандально известный новосибирский, собственно, актер Никита Калагривый. Была вот эта вот там драка в каком-то клубнике. В общем, история замкнулась так, что Калагривый еще возможно пойдет свидетелем по вот этому делу Александра Зырянова. Ну, то есть вы понимаете, да, абсурд. Это было все в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. А получил он эту взятку якобы за то, что организовал получение контрактов, государственных контрактов там на 60 с чем-то миллионов, двум компаниям, которые принадлежат отцу Муслимову и сыну Муслимову. Техстрой и Стройтех. Они как раз потом, через несколько месяцев, пришлись с чистосердечным признанием. Представляете, вот мы тут когда-то взятку дали там в марте, несколько месяцев назад. И нас сейчас так замучила совесть, что вот мы пришли все рассказать. И рассказали. Потом якобы они не общались с Зыряновым, они общались с его подчиненным Александром Гомоному, которого тоже взяли, арестовали, и он дал показания на Александра Зырянова. Это все, что перерыли и сумели найти. Нашли слабое звено, на которое надавили, запугали их, взяли тюрьмой и заставили дать показания, оговорить меня. Александр Зырянов попросил очную ставку с Гомоновым, чтобы он прямо в лицо ему сказал, чтобы противоречия какие-то были устранены. Именно для этого и нужна очная ставка. В результате, ну давайте, что адвокат рассказывает по этой ставке очной? Как проходила очная ставка между Гомоновым и моим подзащитным? Он все время проведения следственных действий стоял и молчал, опустив голову вниз и не давал показания, как того требует ОПК. То есть очная ставка направлена на то, чтобы устранить противоречие. А он не дал своей позиции, следователь зачитывал показания сам, а тот стоял просто опустив голову и видно было, что ему стыдно за то, какие показания зафиксированы были в протоколе его допроса. Один из действующих лиц, основное, тот, который дает показания обвинительные, он молчит. Исследователь зачитывает показания, данные ранее. Это не является ли неким чуть-чуть предвзятым таким отношением? Как вот вы думаете, если человек молчит, он должен сказать, что да, вот он взятку брал, неимущественную, вот пиар хотел себе устроить, и я участвовал, я был посредником, договаривался с этими предпринимателями, а потом договаривался с самим Зыряновым. Нет, он молчит, за него читает следователь все. Это просто вот некоторые моменты, самые основные. То есть самой взятки факта не было, денег мы не видели. Но сейчас в результате два предпринимателя и Александр Гомонов, которые дали показания, нужные следствию, под домашним арестом, а Александр Зырянов сидит в СИЗО. Скоро в областном суде состоится апелляция, мы там будем, еще будут наши коллеги. Посмотрим, чем дело закончится, потому что там очень много вопросов, и давайте послушаем, что говорят представители общественной наблюдательной комиссии. Вот на примере Александра Зырянова мы видим, очередной раз мы видим, как следствие, скорее всего, как мы предполагаем, влияет этим самым заключением по страже на человека, который не совершал преступлений насильственных, который вполне очевидный нормальный член общества. Здесь нам кажется, что эта мера чрезмерно, чрезмерно избыточна. Мы обязательно направим обращение свое, в том числе, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и того, чтобы в необходимости этой исключительной меры пресечения Генеральная прокуратура разобралась и дала свое заключение. На суде сам Александр Зырянов говорит, что он хочет разобраться, чтобы следствие разобралось. Все, как оно было. Вот давайте послушаем сейчас его. Более чем кто-либо, я заинтересован в торжестве правды, потому что никаких взяток никогда я неправым не получал. И, как нам стало известно, что Александр Зырянов готов сесть на полиграф, то есть на детектор лжи. Муж чувствует себя хорошо, уверенный, бодрый, как и любой честный, порядочный человек, который никогда в жизни не брал взятки. Супруг даже готов пройти независимый полиграф, но только при условии, что это будет независимый. Желательно не новосибирский. Нам, безусловно, важно, чтобы экспертиза проводилась действительно независимым специалистом и желательно, чтобы это был не новосибирский специалист, поскольку вероятно давление будет оказано на независимых полиграфологов. Вот только единственное условие, чтобы полиграфолог, это человек, который проводит этот тест на детекторе лжи, был не из Новосибирска, был независим. А теперь давайте вот к самому основному. Кому это надо, кому это выгодно, кому выгодно, чтобы Александр Зырянов покинул свой пост? Потому что мне конкретно, с высокопоставленным сотрудником ФСБ было доведено, что в моей должности заинтересованы протежи одного из руководителей области, и поэтому спокойно мне работу не дадут там. Я думаю, все догадаются. Достаточно посмотреть, кто... И публикации по этой теме... Да, по этой теме были публикации, достаточно посмотреть, кого лишили за последние полгода серьезной должности в области, и кто пришел ко мне на руководитель. Он не назвал нам имя, он только намекнул, кто это может быть. И мы посмотрели, почитали, что об этом пишут, послушали, что об этом говорят. И в СМИ появляется такое имя, Андрей Шенкиф. Это глава законодательного собрания Новосибирска. Человек, ну практически второй, наверное, после губернатора. Ну то есть да, у него власти достаточно. И еще такой журналист местный, Николай Сальников, комментируя задержание Александра Зырянова, говорит, предполагает, кого имеет в виду Зырянов, когда говорит, что это дело заказное, кто за этим может стоять. И когда Зырянов заявляет, что вот его в ноябре уже предупреждали, что надо бы должность свою покинуть. И причем не говоря имя, не называя, но давай понять, что это очень весомое лицо. Из этой логики следует, что либо он имеет в виду Юрия Федоровича Петухова, либо Андрея Ивановича Шенкива. Так вот, если даже и говорили, что тебе надо покинуть должность, и правильно говорили. Мы только кусочек посмотрели. Ну вот если послушать, как он Андрей Шенкиф произносит, то он к Шенкиву относится хорошо. Но вот если посмотреть на сайт Николая Сальникова, на ютуб-канал, то вот вы видите, да, тут он поддерживает Навального, тут митинг против Путина. В общем, это однозначно оппозиционный журналист. И Сальникову никак не может нравиться патриот Зырянов. Ну, конечно же, они на разных полюсах абсолютно. Андрей Иванович Шенкиев, с 15-го года он является председателем законодательного собрания в Новосибирской области. Человек непростой, его называют олигархом. Про него снял как-то фильм «Мамонтов». Такой сюжет у него вышел. Давайте маленький кусочек посмотрим. Наш герой и его близкий друг в одном из районов Новосибирской области повторили то, что делал в свое время Чичиков с мертвыми душами. Вот список умерших. Кто уже после своей смерти умудрился стать акционером? Все по Гоголю. И после этого Андрей Шенкиев стал полновластным владельцем всей земли. В списках акционеров наш герой проходит как неизвестный инвестор. Однако бесследно-хозяйственное Шенкиево не прошло. Приехал Андрей Иванович Шенкиев на беседу с людьми. Люди тоже собрались. Мы предложили Андрею Ивановичу создать новый договор аренды на землю. Он сказал, что вопрос по земле будет решаться через суд. Договор дарения или купли-продажи там был заключен. Люди, которые вообще уже умерли. Но нам пришел отказ, что мошеннических действий не было. Все сделалось поправильно. И что цена акции 10 копеек. И так как объем, мы так поняли, маленький, что мошеннических действий со стороны их нет. Но видите, прошел такой непростой путь от самых низов, став таким вот небедным человеком по меркам Новосибирска, да и не только Новосибирска, я думаю, став практически вторым или третьим человеком в области председателя законодательного собрания Новосибирской области с 15-го года он. Да, понимаете, какими средствами он дошел? Тут следствие должно на эти вопросы ответить. Пока сейчас у следствия к Шемкиву никаких вопросов нет. А вот к Зырянову, к сожалению, есть. И это настораживает. Настораживает то, что вот здесь вроде бы, вот в фильме вы все видели, там сюжет был подлиннее, мы просто обрезали. Но там все хорошо, представляете? Там как бы у следствия вопросов нет. А здесь приходят предприниматели, их совесть замучила. Потом подчиненный Александр Зырянову показания на него дает. И ничего не может сказать во время очной ставки. Молчит. И все нормально, и все в порядке, понимаете? И Зырянова сажают в СИЗО. Ну, чтобы далеко не уходил. Да, к сожалению, это классика. Когда ты сотрудничаешь со следствием, тебя отпускают домой. Вот подпишешь все, что хочется следователю, пойдешь домой. Не подпишешь, не признаешь свою вину, а Зырянов не признает, пойдешь в СИЗО. Ну, чтобы вот как бы жить с сахаром не казалось, чтобы под рукой всегда был. В условиях, когда следственные изоляторы, большинство субъектов Российской Федерации заполнены или переполнены, например, как в столице, помещать туда людей, которые совершили ненасильственные преступления и не имеют реальных предпосылок к тому, чтобы избежать и скрыться от правосудия, ну, это может свидетельствовать, как правило, о том, что тот или иной орган пытается облегчить себе работу, да, и в том числе таким образом оказать давление. Бороться с коррупцией, конечно, надо, но кто же тут, кто спорит-то с этим? Нормальный человек с этим спорить не будет. Конечно же, надо с коррупцией бороться. Просто кто-то, возможно, под этот шумок решает свои проблемы какие-то. Если есть такой инструментарий, на кого-то возбудить уголовное дело, так же можно убрать человека, так же легче, правильно? Ну, если он не уходит по-хорошему, он же, его же можно вот так вот по-плохому. Если у вас есть такой инструментарий, если у вас есть власть, ее же очень легко конвертировать в деньги, в большие деньги. Это, в общем-то, работало и, к сожалению, работает сейчас. И, наверное, к сожалению, до поры до времени будет работать. И про такие случаи нужно рассказывать. Потому что хороший человек, патриот, помогает фронту. Понятно, что это не может давать какой-то индульгенции. Это не может спасать от ответственности за совершенные преступления. Но само преступление не очень явное. И, опять же, я вернусь к тому, что ведь можно же просто было взять и отправить под домашний арест. Зачем в СИЗО-то человека сажать? Он сидит под домашним арестом, у него все будет лимитировано, с кем он общается и что он делает. Все говорят о необходимости гуманизации. О том, что нужно чаще избирать альтернативную содержанию под стражей меры пресечения. Об этом говорит президент, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, члены Совета Препрезидента по развитию гражданского общества и правом человека и члены Общественной Палаты Российской Федерации. Мы видим, что часто этим рекомендациям и воззваниям следуют. Но, вот на примере того же Александра Зырянова, видим, что следует не везде. Я не знаю, виновен он или нет, это должен установить суд. Но я знаю точно, что те, кто не совершал насильственных преступлений, не имеют реальных предпосылок скрыться от правосудия, не должны сидеть и находиться в следственных изоляторах. Следствие может идти очень долго, год может идти, человек будет сидеть в СИЗО. Да, человека можно сломать. Не все могут выдержать это. И, к сожалению, определенные представители следственных органов этим пользуются. Эту практику, конечно, нужно исправлять. И об этом нужно рассказывать. Мы об этом и рассказываем. Я надеюсь, что следствие здесь, в деле Александра Зырянова, разберется, кто прав, кто виноват, и кто там кому чего давал. И мы еще несколько видео сделаем на основе той информации, которая у нас есть, которую нам нужно еще проверить. И я думаю, что будет интересно. А пока что, до свидания.